Привет и добро пожаловать в 2020 год! Для продажи предметов на барахолке больше не требуется галка. Инерция почти полностью убрана, а перегруз теперь начинается не с 28, а примерно с 30 плюс килограмм. А все почему? Потому что пару дней назад Никита Буянов в своем твиттере написал пост, под которым попросил игроков написать о том, каких бы изменений они хотели в Таркове. И игроки там написали. И про туман писали, и про инерцию, и про галочку, и про все остальное. Скорее всего, этот пост появился не случайно. Есть подозрение, что конкурент в виде арены Breakout, который ливнул очень много игроков и стримеров, делает свое дело. И Никита вместе со студией решил напомнить игрокам, каким был Тарков 3-4 года назад. Старый, добрый, казуальный, олдскульный Тарков без галочек, инерции и всего остального. В общем, лутайте порцию изменений, которые сейчас заехали Тарков в виде тестового ивента. Кстати, ты бы уже знал обо всем об этом, если бы был подписан на мой телеграм-канал по вот этой замечательной ссылочке. Все новости там публикуются раньше всех. Поэтому всегда будешь в курсе того, что происходит в Таркове и не только там. Подписывайся. Для PvP и PvE режимов в качестве эксперимента убрано требование найдено в рейте для выставления товаров на барахолку. Мы будем внимательно следить за фидбэком игроков в рамках ивента и вносить дополнительные балансировочные правки в случае необходимости. Произведены балансные правки лута на всех локациях, кроме улиц Таркова. Произведены балансные правки лута на локациях. Увеличен шанс спавна редкого лута в комнатах, закрытых ключами. Скорректирована сила инерции, базовый запас выносливости, а также лимит перегрузки. Базовая сила инерции уменьшена на 20%, повышен лимит перегрузки на 15%, повышен базовый запас выносливости на 15%. Успешно выполненные занятия в тренажерном зале дают больше очков прокачиваемых навыков. Увеличено количество спавна ботов диких на локации развязка, скорректировано количество слотов на барахолке для всех уровней репутации. Патрон 9х19 ПБП ГЖ добавлен в продажу прапору на четвертом уровне. Увеличена стоимость жетонов ЧВК для продажи. В рамках внутриигрового ивента убрано требование ключ-карты доступа в террогрупп ЛАПС для входа на локацию лаборатория. А, ну и помимо всего этого, да, еще и лаба бесплатная, поэтому теперь там можно луты насобирать и потом его без галочки продавать. Ну типа, привет топористы, которые раньше помните. Кто помнит, тот наверняка никогда об этом не забудет. Голые ребята с пустым подсумком, которые просто перебегают по локации, засовывают все ценное себе в подсумок, а потом толкают это на барахолке. Вот именно для этого эта галочка и существовала. Я, честно говоря, не знаю, насколько хорошо это сейчас сработает. Давайте в комментариях с вами пообщаемся по этому поводу. Вот такие изменения, вот такой вот видосик. Спасибо, что посмотрели, лайки ставьте и увидимся в следующем. Бэ-бэ, пока.